Так, ну чё, народ, приветствую! Короче, спустя какое-то время всё в Изоруме у меня стало чуть-чуть по-другому И я решил показать, как же я в итоге здесь расположился Ну, в общем, я в нём нахожусь порой по 8 часов Не совсем безвылазно Но, соответственно, в принципе, здесь более-менее какой-то комфортно вести получилось Однако, как видите, немножко всё поменялось То есть, во-первых, второй столик То есть, если у тебя ноутбук и второй монитор То не стоит как-то изворачиваться Вот здесь вот место под ноги, оно очень ценно и полезно Приблизившись к своём кресле максимально Сейчас давайте попробуем вот так вот себя показать Здесь освещение на этой камере ущербное, но это ладно Главное, что вот на вот этой, на стриме, у меня всё прекрасно Я могу даже по диагонали полностью до конца, соответственно, откинуться Если дверь я не закрываю, я ещё и могу, где же она там, болтать ногой Сорян за незастёгнутую ширинку Она в этих шортах у меня и не застёгивается Дверь я на самом деле в основном не закрываю Это, кстати, мусорный пакет Я вот так себе повесил Надеюсь, это не слишком будет зловредно Но вообще, видите, чуть-чуть что-то подотклеивается Ну, термоклеем можно будет поправить Но всё-таки мусорка, потому что она вот здесь, это достаточно удобно под рукой иметь Здесь, ну, поскольку это у нас толчок для творчества Конечно, должен быть освежитель Вот, полотенчик, вода попить Телефон здесь, потому что это, ну, максимально далеко от вот этого оборудования Чтобы ничего не трещало Всё, ноги вот там как-то помещаются Сидеть, в принципе, так можно Если нужно с гитарой, то, соответственно, я уже не качаюсь в кресле, отодвигаюсь подальше Тоже, в принципе, как-то можно уместиться Здесь чудесные надписи, отражённые зеркально Толчок для творчества И закрылся ото всех Зеркально они отражены почему? А потому что Потому что я зеркально отображаю картинку вот здесь Отражаю, то есть И, соответственно, висит туалетная бумага И вот эта замечательная штука С помощью которой, если что, я могу сидя дотянуться вот до туда И включить либо вот эту лампу, либо свет, либо выключить её наоборот Фу, лампу и там ещё этот самый Как он называется-то, зараза? Ну, короче, вентиляция там какая-то чуть-чуть есть Вот это моя, так сказать, дополнительная вентиляция Она, конечно, еле-еле там что-то делает Вот, то есть это Такой маленький Как раз он рассчитан на маленькую комнату Я его покупал ещё до из-за рума Но, как оказалось, вот козоруму он ещё и прекрасно подошёл Маленький такой ионизатор Который можно Ионизацию... То есть вообще это аромодиффузор У него типа какое-то масло заливается И он какой-то аромат распыляет Но я в такой функции им не пользовался Мне это нафиг не надо Вот так я ионизацию могу отключить И это просто такой небольшой дополнительный вентилятор Мне пщачло Ну, естественно, лампочек я понакрепил на этот столик То есть вот в таком варианте освещения Всё равно здесь на эту камеру будет дресня, к сожалению Ну, терпимо, ладно Но главное, что вот на эту получается именно то, что я хочу Ну, значит, лампы греются Понятно, их можно заменить на менее греющиеся Но всё равно греется монитор Всё равно греется ноутбук Соответственно, внутри жарковато Вот Но я дверь закрываю пошуметь Вот если мне нужно крикнуть одну какую-нибудь фразу Или, допустим, как-то немного погреметь Недолго одну песенку спеть В 4 утра ночи можно попеть Это меня уже устраивает Как я, в общем-то, готовлюсь к стриму Давайте, наверное, вам покажу Ну, значит, да, ребятки Минус этого столика Видите, я подкладываю книжки Почему я их подкладываю? А потому что вот этот вот материал Это, блядь, какой-то ворс Какая-то хуй знает чё В общем, очень херово ноутбук охлаждается и проветривается А как бы для такого устройства охлаждение Это вообще самое необходимое Ну, то есть у меня воздух забирается по краям Как раз вот здесь вот там отверстие Выдувается сзади вот там Ну, соответственно, как-то вот Без нагрузок 50 градусов В нагрузке 60 там Ну, это уже прилично Когда начинается 70 Вот этот рев весь, вой Это просто жопа Ну, собственно, вот я затащил ноутбук Я пользуюсь им просто после Ну, то есть я всё от него отключаю Снимаю с него там вебку Кладу всё это куда-то и пользуюсь им Соответственно, так же на книжках Чтобы он тоже проветривался В кровати Значит Значит, где-то здесь у меня Только я его не вижу Сейчас попробуем найти Эть Зараза такая, потерялся Где-то... Во! А, я его уже воткнул Ёлки-палки Я уже воткнул диктофон Всё чудно Здесь у меня вот так вот За столиком Прекрасно протягивается Вот этот вот кабель-удлинитель Для наушников Всё, он встыкается сюда Здесь, пожалуйста, этот провод Вот так вот за монитором проходит Здесь я его вот обернул И вот эта вот херня у меня Слушайте, где? А, вот, наоборот Вот она Вот она Ё-моё Вот она нахую намотана То есть наоборот Вот, короче, я, получается Протянул вот так Вот там за мониторами Всю эту херобазу Обернул вот тут И вот этот вот длинный кабель Уже вот он вот так вот выходит Ну, я его, как бы, чтобы он не мешал Пока я не сел за компьютер Я его вот так вот сюда вот завешиваю И отлично Значит Стойку пришлось поставить вот так Вот сюда Ну, в принципе, как бы, вот С ней, да, есть пожилые проблемы Но все-таки насколько приятно Что она занимает мало места Опять же, наверное, может быть Стоило другую стойку сюда Замутить Ну, в принципе, нет В принципе В принципе, окей То есть я ее, как бы Не суперлегко Но, как бы, поставить себе Вот прям к чачлу Нормально У меня ее на стримах Вполне себе получается Вот этот провод, кстати, по идее Не должен торчать Наверное, я его зря вытащил Дальше я подключаю кабель от веб-камеры Вот этот Вот он у нас там идет Он там где-то валяется за лампой Ну, включить лампу, естественно, надо Все, на камере надо будет потом Включить кнопку режима подключения веб-камеры Хоп-хоп Все, лампа, она, кстати, тоже чуть-чуть греется Понятно, что вряд ли она так сильно Но все равно То есть вот эта штука тоже горячая От того, что я поменяю лампы Здесь сильно прохладно не станет Вот в чем дело Мне просто советовали, что если жарко Поменяй лампы Разберегающие Ну, боюсь, что сильно это не поможет Значит, ручку мне дверную заменили Вот, мой вам совет, ребята Вы вот ее особо сильно не крутите То есть вот, ну, не до полной просто задницы То есть вот До аккуратного такого Несильного упора А то она расцарапается все Вам тоже придется менять Вот это подклеивать Ну, вот я здесь уже подклеивал Каким-то моментом обычным Нормально Но, опять же, то есть это все Ну вот, чтобы вы понимали Там вот эта вот херня царапающая Вот это вот Она просто испортит резьбу Поэтому лучше Поаккуратнее Так Что мне нужно сделать после каждого раза Для того, чтобы хотя бы немного Меньше было тепла Я еще не уверен, что на самом деле я это делаю Не, наверное, в этом все равно есть смысл Все равно есть смысл в этом Даже прикол не только в тепле еще А еще и все-таки в пространстве Короче, здесь, черт возьми, ничего вообще не видно Проклятая камера Здесь я напоминалку повесил для Юли Чтобы она не забывала выключать мне свет в комнате Потому что я не очень его люблю Короче, у меня вот Зарядка для ноутбука Зараза, все равно ни черта не видно Ладно, вот так попробуем Ну-ка Это, может, можно сейчас? Я хочу, чтобы вы видели, господа А то в прошлый раз Было совсем не видно, что здесь Вот, нормально Короче, здесь вот такая вот Блин, видите, обычная Как бы как в офисных столах Такая вот шляпка Да, ну как она называется Хоп Вот, и все, она снимается И сюда я запихиваю Получается кабель Там мне чуть-чуть мешает поролон оранжевый Ну это и хорошо Он, получается, затыкает эту щель И, соответственно Чуть меньше должен проходить звук Ну и то, что щель снизу Опять же, это тоже Сделано неспроста Все, и дальше я его там протяну уже Сейчас Это я не при вас буду делать Кстати, интересно, в чем он Весь Да, на него можно что-то класть Там у меня вон гитара лежит На изоруме То есть он Я вам сейчас даже покажу Он прекрасно выдерживает даже мой вес Короче, пусть полежит пока лампа Проклятые жалюзи Давай Как же их снимать-то, блядь Не умею Сейчас Опускайтесь, жалюзи Все, половина сделана, ребят Сейчас Ну, это надо сделать Так, пошло-пошло Все, пошло Отлично Я нашел, куда дергать Все Разобрался Сделал Зашторил Ой, так Короче, сейчас, не знаю Попробую поставить Надеюсь, здесь будет видно Нормально Вот так Видно Ну, я подтянусь прям на этой штуке Сейчас такой пакет, чтобы не мешал Сниму То есть, вот я беру Опа В общем, не знаю, было видно ноги или нет Но она Очень такая Именно вот в этом плане Прочная Так что вот Выдерживает Даже вес Так Ну, собственно Вон он там Вот этот наш рыжий кусок Вот Кабель Просто спокойно Я вот тяну Так И радуюсь жизни Сейчас Здесь у меня висит Там тоже розетки дополнительные Вот Тоже я как-то Хитро Хитро выебано повесил Для того, чтобы Раз, два, три Проверка звука Меня зовут Моисей Великанов Читайте описание И под Стоп Это рано я включил В общем Вот Все подключил Ну вот как-то так Здесь такой вот Такой себе Кейбл менеджмент Можно сказать Да Но Как-то вот так вот Я получается Готовлюсь там К стримам К видосам К своим Теперь смотрите Вот колонка JBL Все вроде на полную громкость Вот здесь тоже На полную И давайте попробуем Пообходить что ли Раз, два, три Проверка звука Меня зовут Моисей Великанов Читайте описание И подписывайтесь На все мои каналы То есть вот я пытаюсь говорить Сейчас еще раз Раз, два, три Проверка звука Вот я пытаюсь говорить Меня зовут Моисей Великанов Читайте описание И подписывайтесь На все мои каналы Чтобы переорать Раз, два, три Проверка звука Меня зовут Моисей Великанов Читайте описание И вот я даже захожу сюда Дверь открытая Раз, два, три Проверка звука Дверь открытая Но как видите Мне уже гораздо спокойнее здесь разговаривать, то есть даже вот так вот, допустим, я сюда дошел, и разговаривать можно уже достаточно спокойно, потому что все равно стенка что-то глушит, и все равно не так хорошо, не так можно удобно, не знаю, пообщаться с какими-то, соответственно, своими там родными, не знаю, ну и в общем соседи тоже, даже если дверь открыта, я думаю, чуть меньше меня слышат мой бубнеж, находясь там сверху. А вот я дверь закрыл, ну, находясь прямо перед дверью, в общем-то... Вообще слышно? То есть можно разобрать, что там говорится? Так. Вот здесь я уже не разбираю, что говорится с этой стороны. Не, можно разобрать. Ну, как бы, да, громкость снижается. Но не в ноль. Раз, два, три, проверка звука. А если я положу вот так сюда? Меня зовут Алексей Великанов. Читайте описание и подписывайтесь на все мои каналы. Может быть, прикол в том, что какие-то вибрации передаются, кстати говоря, если эта штука прям припает к стене. Читайте описание и подписывайтесь на все мои каналы. Ну, вот как-то так, не знаю. Не, да вроде что-то глушат. Но, чтобы вы понимали, да, короче, не целиком, конечно. То есть вон там что-то... Что-то говорится там. Ну, в общем, такая вот биба. Не знаю, все. Вот, надеюсь, было интересно. Как говорится, Меня зовут Моисей Великанов. Читайте описание и подписывайтесь на все мои каналы. Всем добра, ребят.